Эрих Мария Ремарк Странная это все же вещь, день рождения, даже если не относишься к нему всерьез. Тридцать лет. А ведь было время, когда я думал, что и до двадцати-то не доживу. 1917 год. Фландрия. Мне девятнадцать. Уже на рассвете англичане накрыли нас ураганным огнем. Днем ранила Кестера. Майер и Петерс погибли под вечер. 1918. Я в госпитале. Несколько дней, как прибыла новая партия раненых. Бумага вместо марли. Ранения тяжелые, стоны. Весь день то въезжали, то выезжали операционные каталки. Нередко увезенные и раненые больше не возвращались. 1919. Снова дома. Революция, голод, непрекращающийся треск пулеметов на улицах. Солдаты против солдат, товарищи против товарищей. 1920. Путч. Расстрелян Карл Бреггер. Арестованы Кестер и Лянц. Моя мать в больнице. Рак в последней стадии. 1921-й. Это как будто выпало из памяти. В 1922 году я работал на строительстве дороги в Тюрингии. В 1923-м ведал рекламы на фабрике резиновых изделий. Это было во время инфляции. В месяц я получал 200 биллионов марок. Деньги выдавали по два раза в день. И тут же устраивали получасовой перерыв, чтобы успеть пробежаться по магазинам и хоть что-нибудь купить до того, как объявит новый курс доллара. После чего деньги обесценивались наполовину. А что было потом? В последующие годы. Все давно перепуталось. В последний раз я отмечал свой день рождения в кафе «Интернациональ». Я там целый год играл на пианино для поднятия настроения клиентов. А потом... Потом снова встретил Кестера и Лянца. Тридцатилетие я отмечаю в АРМ. То есть в авторемонтной мастерской Кестера и Ко. Ко – это мысленцы. А на самом деле мастерская принадлежит одному Кестеру. Когда-то он был нашим школьным товарищем, потом командиром нашей роты, позже пилотом, затем какое-то время студентом, потом автогонщиком, пока не купил, наконец, эту сараюшку. Сперва к нему прибился Ленц, метавшийся до того несколько лет по Южной Америке, а там и я. Тридцатилетие. Я пришел на работу раньше всех, но лишь ненадолго успел опередить Кестера и Ленца, которые решили меня поздравить. Ленц повесил мне на шею маленькую черную фигурку на тонкой цепочке – амулет, якобы доставшийся ему от одной наследницы инков. Как он добавил при этом, для душевной охраны. А от повседневных бед меня должен был в ближайшее время спасать подарок Кестера – шесть бутылок старого ямайского рома. До сумерек мы ремонтировали кадиллак, который надеялись выгодно продать, а по окончании работы решено было поехать за город поужинать, а одну из принесенных бутылок прихватить с собой и выпить ее где-нибудь на лоне природы. Поехали мы, конечно же, на Карле. С виду старый Редван, Карл был гордостью нашей мастерской. Кестер приобрел его по дешевке на аукционе, и специалисты утверждали, что самое место ему в музее истории транспорта. Но Кестер, Кестер разобрал свое приобретение как часы и несколько месяцев пыхтел над ним до глубокой ночи. Для повседневного пользования мы приделали самый старомодный кузов, какой только можно было найти. Для других машин Карл был все равно, что побитая ворона для стаи голодных кошек. Стоило только ему появиться на дороге, как его стремились немедленно обогнать. Самые смирные семейные экипажи становились задирами, когда они видели его перед собой. Кто же мог подозревать, что в таком страшилище бьется мощное сердце гоночного мотора? Ленц утверждал, что Карл воспитывает людей. Он учит их почтительному отношению к творческому началу, скрывающемуся за неказистой оболочкой. В тот вечер моего тридцатилетия мы вдоволь потешились над владельцем тяжелого, сверкающего никелем и лаком Бьюика. Сначала он легкомысленно пытался обогнать Карла. Потом ему продолжительное время никак не удавалось от него оторваться. И, наконец, несмотря на все старания, он стал заметно отставать и догнал нас лишь у небольшого ресторанчика, где мы остановились, привлеченные запахом жареной печенки и лука. Велико же было наше удивление, когда вслед за рослым, массивным мужчиной в широком коричневом пальто реглани из машины вышла стройная, красивая девушка. Мы все трое переглянулись и заулыбались вдруг, бог весть чему. Просто стояли и улыбались, не произнося ни слова, как будто говорить разучились. Выручил нас владелец Бьюика, представившийся биндингом. Он оказался настоящим автомобильным маньяком, одним из тех, которые испытывают истинное блаженство, когда встречают специалиста и могут с ним поговорить, и предложил вместе поужинать. Девушка сидела между ленцем и мной. Большие глаза придавали ее узкому и бледному лицу выражение силы и страстности. Ее шелковистые волосы в свете лампы отливали янтарем. На мой вкус, она была очень хороша, однако дальше этого мои мысли не шли. Зато ленц полностью преобразился. Он извергал фейерверк, острот и вместе с биндингом царил за столом. Я же был вроде пустого места и напоминал о своем существовании, лишь передавая тарелку или предлагая сигарету, или чокаясь с биндингом, что приходилось делать довольно часто, так что, когда мы стали собираться в дорогу, его вид внушал мне серьезные опасения. Помогая девушке надеть пальто, я попросил у нее разрешения позвонить ей завтра, чтобы узнать, как она доехала. Она со смехом заверила меня, что биндинг даже лучше водит, когда выпьет, но позвонить, раз уж я так настаиваю, разрешила. Как только мы вышли, я сразу же записал ее имя и телефон. Имя у нее было странное. Патриция. Патриция Хольман. На другой день, в воскресенье, спал я долго, а проснувшись, случайно обнаружил, роясь в карманах вчерашнюю бумажку с записью. Я тут же позвонил, и мне удалось назначить ей свидание на послезавтра. На первый раз я повел ее в бар к Фреду. Девушка держалась просто и непринужденно, я же казался себе рядом с ней чурбаном неотесанным. Недаром Готфрид Ленц любил повторять, что по части светской беседы я стою где-то на уровне писаря. К счастью, Фред был догадлив и принес мне изрядный бокал вина. И постепенно все обрело свой лад и толк. Неуверенность исчезла, слова рождались сами собой, и я даже перестал следить за тем, что я рассказываю. Я знал, я знал, что слова мои уже не были правдой, что они стали фантазией, ложью, но теперь это не имело значения. Правда была безутешной, плоской, и лишь чувства его отблеск грез казались истинной жизнью. Было уже темно, когда я проводил Патрицию Хольм и медленно побрел домой. Внезапно накатило чувство одиночества и опустошения. Только теперь я заметил, что выпил слишком много. Ведь она почти не пила. Знать бы, что я ей наговорил. Я проклинал самого себя. Можно представить, какое впечатление я произвел на девушку. Прощаясь, она так странно на меня смотрела. А ведь это из-за нее я напился. Ну и пусть, пусть, пусть думает обо мне все, что хочет. Мне это теперь безразлично. По крайней мере, она с самого начала узнала, с кем имеет дело. Пожалуй, так даже лучше. Я раздумывал, что предпринять. Идти в бар больше не хотелось, в кино тоже. И я отправился в мастерскую. Сарай наш светился. Кестер сказал, что заявил Карла на гонке, а потому надо его еще раз тщательно осмотреть. Мы провозились с машиной часа два. Простучали и смазали каждый подшипник, после чего принялись за ужин. Масафи, ну давай-ка. Так, ну а теперь Робби тащи-ка сюда бутылки. Так, давай. А себе? Стоп, 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 стоп. А себе? Нет, я пить не буду. А чего это вдруг? Да знаешь, не испытываю больше удовольствия от этой проклятой пьянки. Ну, наш мальчик, похоже, рехнулся. Вот так. Ладно, оставь его. Не хочет, так не хочет. Ну что ж, твоё здоровье. Угу. Послушай, Готфрид, ты ведь у нас спец по любовной части, не так ли? Спец? Да я в этих делах гроссмейстер. Да? Ну вот и отлично. Тогда скажи, гроссмейстер, всегда ли при этом ведут себя, ну, так как-то по-дурацки? То есть как по-дурацки? Ну, так, как будто ты все время под мухой. Ну, болтаешь, несёшь всякую чушь. Завираешься. Деточка моя, ну как же при этом не завираться? Ведь всё это и есть враньё. Чудесное враньё самой мамаши природы. Было бы ужасно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава Богу, что не всё на свете зависит от этих проклятых моралистов. Так ты, значит, думаешь, что без некоторого привирания в этом деле не обойтись? Никак не обойтись, детка. Слушай, но ведь при этом ставишь себя в какое-то идиотское положение. Заруби себе на носу, малыш. Никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не покажется женщине идиотом тот, кто усердствует ради неё. Даже если он ведёт себя как шут гороховый. Делай, что хочешь. Стой на голове, неси околесицу, хвастай, как павиан. Пой у неё под окнами. Избегай только одного. Не будь деловым. Не будь умником. Ладно. Слушай, Отто, а ты-то как думаешь? Да, я думаю, он прав. Пожалуй, прав. Готфрид, а ты когда-нибудь напивался в присутствии женщины? Не раз. Серьёзно? Слушай, ну и как? Что как? Ты хочешь сказать, как быть, если наломал при этом дровишек? Ну да. Значит так, только не извиняться, детка. Вообще никаких слов. Послать цветы без записки. Одни цветы. Они всё покрывают. Даже могилы. На следующее утро я вышел из дома чуть свет и по дороге в мастерскую немилосердным грохотом вытащил из постели владельца цветочной лавки. Я выбрал букет роз и велел его немедленно отослать по адресу. Мною владело странное чувство, когда я выводил на карточке Патриции Хольман. Вечером, ровно в шесть, я был уже дома. Довольно долго я просидел у окна, думая о всякой всячине. Среди прочего и о том, какими мы вернулись с войны. Молодыми, но уже изуверившимися, как шахтёры из обвалившейся шахты. Мы хотели сражаться с ложью, с себелюбием, бессердечием, корыстью, со всем тем, что было повинно в нашем прошлом, что сделало нас чёрствыми, жестокими, лишило всякой веры, кроме веры в локоть товарища и в то, что нас никогда не обманывало. В небо, табак, деревья, хлеб, землю. Но что из этого вышло? Всё рушилось на глазах, предавалось забвению, извращалось. А тому, кто хранил верность памяти, выпадали на долю бессилия, отчаяния, равнодушия и алкоголь. Время великих и смелых мечтаний миновало. Торжествовали деляги, коррупция, нищета. Есть ли на свете что-нибудь, кроме одиночества? Я закрыл окно. Нет. Ничего другого нет. Для другого у человека слишком мало почвы под ногами. Алло. Пат? Алло, Пат! Роберт? Да. Я хотела бы поблагодарить вас за чудесные цветы. Вы можете это сделать завтра. Почему завтра? Благодарности я принимаю только лично. По телефону вы можете меня отругать. Я бы не хотела, да и не за что. По крайней мере, пока я смотрю на ваши розы. Тогда встретимся завтра вечером. Я не против. Значит, договорились? Да. Перекусив в какой-то забегаловке, я пошел к Ленцу. По дороге купил в одном из самых изысканных магазинов мужской одежды роскошный новый галстук. Я все еще был потрясен тем, как легко все налаживалось и дал себе обет быть завтра серьезным, как директор похоронной конторы. У Ленца сидел кестер. Привет. 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 Ты выручишь меня? Завтра вечером мне нужен кадиллак. Ох, ох, ох. Кадиллак? Ну да. Слушай, Робби, ты знаешь, машина не застрахована. Вот, я буду ползти, как улитка, и дудеть, как автобус в деревне. Да и все езды-то будет несколько километров по городу. Ну, хорошо, ладно, ладно, Робби, я не против. Спасибо. Алик, новому легалстуку понадобилась тебе машина. Слушай, заткнись. Ну-ка, ну-ка, детка, ну-ка, детка, дай поглядеть. Ну, перестань ты. О, ты никак собрался, насмотри на невесту. Отстань ты, гений перевоплощения. Сегодня тебе не удастся меня разозлить. Наши дитя в роли жиголов. Блеск. Патриция Холлиман жила в большом желтом доме-коробке, отделенном от проезжей части улицы узкой полоской газона. У подъезда стоял фонарь. Я остановил кадиллак прямо под ним. В неверном свете фонаря машина походила на мощного слона, кожа которого отливала черным глянцем. Я продолжил усовершенствование своего гардероба. Помимо галстука купил еще перчатки и шляпу. Кроме того, на мне было пальто Ленца, великолепное серое пальто из тонкого шотландского твида. Таким оснащением я хотел развеять воспоминания о нашем первом пьяном вечере. Я посигналил. Сразу же, подобно ракете, загорелись окна всех пяти этажей лестничной клетки. Загудел лифт. Я следил за ним, как за волшебной бадьей, спускающейся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и легко сбежала по ступенькам. На ней была короткая бежевая куртка, отороченная мехом, и узкая коричневая юбка. Хеллоу! Я так рада куда-нибудь вырваться. Весь день просидела дома. Пат. Какой чудесный воздух. Пахнет весной. Можем поехать за город, в лес, на природу. Я на всякий случай прихватил с собой машину. О, Кадиллак. Ваш собственный. Сегодня вечером, да. Вообще-то он принадлежит нашей мастерской. Прошу. Благодарю. Не поехать ли нам сначала в лозу и поужинать? Как вы думаете? Поужинать было бы неплохо. Но почему непременно в лозе? По правде говоря, я не знаю ничего лучшего. Кроме того, мне показалось, что Кадиллак нас к чему-то обязывает. В лозе наверняка чопорная и скучная публика. Нет, давайте лучше в другое место. Тогда предложите что-нибудь вы. Заведения, которые я посещаю, все как на подбор простецкого пошива. Они не для вас. Почему вы так решили? Так мне кажется. Давайте все же попробуем. Хорошо. Хорошо. Раз вы не испугливых, то у меня есть кое-что на примете. Так. Едем к Альфонсу. Альфонс! Это звучит. И вряд ли меня сегодня что-нибудь испугает. Альфонс хозяин пивной. Большой друг Ленца. Ой, похоже, у Ленца всюду, друзья. Да, он их легко заводит. Поехали? Угу. Альфонс был уволен и флегматик. Выпирающие скулы, маленькие глаза, закатанные рукава рубашки, руки, как у гориллы. Он самолично вышвыривал из своего заведения всякого, кто приходился ему не по вкусу. Даже членов патриотического спортивного общества. Для особо трудных случаев он держал под стойкой молоток. Пиво? Да нет, водки. И чего-нибудь на закуску. А для дамы? Дама тоже желает водки. О, крепко, весьма. Ну что ж, есть свиные ребрышки с кислой капустой. Ой, я свинью сам колол. Натурально. Ну, Альфонс, даме надо бы предложить что-нибудь полегче, а? Вы шутите. Сначала взгляните на мои ребрышки. Великолепный был свинтус. С медалями два первых приза. Ну, кто ж тут стоит? Стало быть, две порции? Да. Прекрасно. Пойду выберу сам. Ну, Пат, беру назад свои слова. Я напрасно сомневался, что вас можно сюда везти. Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам блюдо выбирает он только для завсегдады. Я рада, что мы здесь. Альфонс к нам явно благоволел. Он вскоре вернулся. Немедленно явилась водка и три стопки. Одна для Альфонса. Ну, что же. Будем здоровы. За то, чтобы наши дети заимели богатых родителей. Ух ты. Крепко, весьма. А? Ну, я пока пойду. Пат, вам понравилась водка? Крепковата, конечно. Но уж надо было держать марку и передать Альфонсу. Да, это точно. Ребрышки были что надо. Я съел две большие порции. Да и Патриция Хольман преуспела значительно больше, чем я мог предположить. Мне страшно нравилась ее манера держаться по-свойски. Чувствовать себя запросто в пивнушке. Без всякого жеманства она выпила и вторую стопку с Альфонсом. Тот незаметно подмигивал мне в знак одобрения. А он был знаток не столько в вопросах красоты или там культуры, но в главном, в том, чего человек стоит как таковой. Да, если вам повезет, Пат, узнайте и слабую струнку Альфонса. Правда? Да только похоже, что слабости у него нет. Есть. Да? Да. Вот она. Что, патефон? Да нет, не патефон. Хоровое пение. Да, у него слабость к хоровому пению. Он не признает ни легкой, ни классической музыки. Только хоры. Мужские, смежные, всякие. Вон, видите, вон так куча пластинок. Это сплошные хоры. Тише. Вот, вот он и сам. Так. Ну, как вам ребрышки? Альфонс выше всяких похвал. Адаме тоже понравится? Я в жизни не ела ничего подобного. Ну, вот, отлично, отлично. Ну, а сейчас... Я заведу вам свою новую пластинку. Одну минуточку. Одну минуточку. С первого же такта в пивной воцарилась мертвая тишина. Не разделить вместе с Альфонсом его благоговение значило пробудить в нем зверя. Он стоял за стойкой, упершись в нее волосатыми руками. Под воздействием музыки лицо его преобразилось. Оно стало мечтательным. Насколько может быть мечтательным лицо человека, похожего на гориллу? Хоровое пение имело необъяснимое воздействие на Альфонса. Он делался трепетней лани. Он мог весь отдаться кулачной сваре, Но стоило вступить звуком мужского хора, И у него, как по мановению волшебной палочки, Сами собой опускались руки. Он затихал, прислушиваясь, И был готов к примирению. Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам. Это чудо, как хорошо. О, вы знаете в этом толк. Ну, Альфонс, ну, упочел ты нас, ей-богу. Спасибо. А сейчас нам пора. Да, к сожалению. Всего доброго. Ну, что ж, до свидания. До свидания, Альфонс. До свидания. Привет, Готфриду. Пусть как-нибудь заглянет. Обязательно. Я отвез Патрицию Хольман домой. Все было иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях, и в колеблющихся отцветах фонаря была очень красива. Как мне хотелось пойти с ней. Ну, до свидания, Руби. Спокойной ночи и приятных сновидений. Всего доброго. Я смотрел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом сел в кадиллак и уехал. Чувствовал я себя странно. Вовсе не так, как бывало, когда влюбленный провожал девушку домой. Я поехал к Ленцу в Интернациональ. Там было почти пусто. Ну что, можно поздравить? Знаешь, я ведь даже понятия не имею, кто она, чем занимается. А что, тебя разве это заботит? Да нет. Вот и я думаю. Между прочим, пальто тебе очень идет. Нечего краснить. Да нет, ты прав во всем. Я бы и сам, если б мог. Что? Что ты имеешь в виду, Готфрид? А то, что все остальное дерьмо, Робби. То, что в наше время нет ничего стоящего. Сядь-ка лучше за этот ящик. Да сыграй что-нибудь. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Всю последнюю неделю Кестер неустанно тренировался По вечерам после этого мы проверяли самочувствие Карла Каждого его винтика смазывали, отлаживали А теперь мы вместе с Патрицией Хольман Сидели у склада с запасными частями И ждали Кестера, который пошел к месту старта Нет, ну все-таки интересно Каким образом у вас оказалось это английское имя, Патриция? Моя мать была англичанкой Ее звали так же, Пат Ну, Пат это нечто иное, выговаривается значительно легче Ну что ж, будем настоящими товарищами, Пат Меня зовут Готфрид Очень приятно Я с удивлением смотрел, как он безо всякого стеснения достал стопку и бутылку И теперь предлагал ей сделать глоток Я лавирую и так и сяк с этим обращением А он среди бела дня запросто проделывает такие трюки И вот уже он смеется с ним и называет его Готфридом Треск моторов пулеметной дробью завис над трассой Пахло прогорклым маслом, бензином и касторкой Волнующий чудный запах Волнующий чудный шум моторов Подошел Отто, а за ним Браумюллер, уже одетый для гонки Ну, Отто, если мои свечи сегодня выдержат, тебе хана Посмотрим Берегись моего щелкунчика Щелкунчиком он называл свою новую тяжелую машину, которая считалась фаворитом Карл еще утрет тебе нос, Тео Дай! Браумюллер хотел что-то ответить на привычном солдатском жаргоне Но, заметив Патрицию Хольман, поперхнулся, сделал масляные глаза Глупо осклабился и отошел Полный успех, Отто Особой помощи мы тебе не окажем Да, это и не нужно Если Карл надорвется, не поможет и целая мастерская Ну, не пуха Не застрянь только на старте, козырь ты наш Смотри, не огорчай своего старика-отца, Карл Карл рванул с места Мы смотрели ему вслед Рев моторов заглушил все Воздух содрогнулся Земля и небо содрогнулись Стая машин пронеслась мимо Все! Предпоследний! Эта скотина все же запнулась на старт Ну, ничего страшного Старт слабое место, Карл Он разгоняется медленно Зато потом его не удерживают Это точно! Рокот машин снова стал приближаться Машины подрагивали вдали, как кузнечики Потом выросли прямо на глазах И вот уже промчались мимо трибун И вошли в крутой поворот Пока их было шесть Кестер все еще на предпоследнем месте Отдававший эхом рев моторов за поворотом То стихал, то нарастал И вот вся эта стая вынырнула из-за трибуны Один из гонщиков вырвался вперед Двое других буквально висели у него на колесе Следом шел Кестер Он чуть продвинулся вперед на повороте И теперь был четвертым На последних кругах стая машин распалась Лидировал Браумюллер Первая четверка оторвалась метров на триста Кестер исчез за трибуной Держась нос в нос третьим На следующих кругах Расстановка сил не изменилась Ленц отложил в сторону секундомер И занялся подсчетами У Карла еще есть резервы Есть Боюсь, что и у других тоже Маловерх Браумюллер влетел в поворот По внешней касательной Вплотную за ним Но ближе к середине трассы Взметая пыль с крыжащущими задними колесами Несся второй гонщик Он по всей видности хотел выскочить вперед снизу В этот момент пулей вылетел Кестер Его машина с визгом взяла вираж по самому внешнему краю Мы замерли Казалось, Карл неминуемо перелетит за пределы шоссе Но мотор взревел и машина прыжком вписалась в прямую Смотрите, он вошел в поворот на полном газу Сумасшедший! Что он делает? Пат, поднимайтесь сюда на ящик с инструментами Так вам будет лучше видно Спасибо Вот сюда Обоприте все мое плечо Смотрите внимательно Он и этого обставит на повороте Уже обставил Робби Он его проскочил А! Отец небесный и пресвятые угодники Он действительно его проскочил И приближается к Браумюллеру Вот-то дай ему! Вот-то дай! Расщелка из щелкунчика! Смотрите! Карл догоняет! Машины скрылись за последним поворотом Наконец они показались Я закрыл глаза Ленс повернулся к трассе спиной Мы делали все, чтобы умилостивить судьбу Мы еще успели увидеть, как Кестер Первым проскочил финиш, оторвавшись метра на два Ленс просто обезумел Он швырнул инструменты на землю И сделал стойку на руках на запасном колесе Готфрид! Альфонс! Собственные персоны Альфонс, мы выиграли! Лихо! Кестер победил! Так я стал бы опоздал! Ты! Да ты никогда не опаздываешь, Альфонс! Я, собственно, хотел вас немного подкормить Принес вот холодной ветчины из солонины Все уже нарезано Золотце ты наше! Ну, давай сюда и садись Сразу и заправимся Ой, бог мой! Да тут же на целый полк! Ну, это выяснится только после еды Кстати, имеется немного тминной Лихо, лихо! Раторахтев, подкатил камни Кестер выпрыгнул из машины В руках он держал огромный и чудовищно безвкусный серебряный кубок Молодчина, вот, да! И уже шестой такой же! И ведь на что-нибудь другое... Да... Знаете, у них просто фантазии не хватает! Ну, что-то... Ну, что-то... Один кувшин! А титимити... Отцыпали кое-чего! О, друзья! Похоже, не дурной получится вечерок! Конечно, у меня! Ну, Альфонс, дело чести, а как же! Роховый суп со свиными потрохами, ножками и ушками! Само собой, бесплатно! Альфонс, ты гений! Ты гений! Ты гений! За ужином у Альфонса Патриция Хольман пользовалась, как мне показалось, слишком большим успехом. Я вдруг обратил внимание на то, что Браумюллер уговаривает Патрицию уже не вполне трезвым голосом брать у него уроки вождения, обучить ее всем своим трюкам. Выждав удобный момент, я отозвал его в сторону. Я весь внимание! Послушай, Телло, спортсмену вредно слишком увлекаться женским полом? Мне не вредно. Я устроен замечательно. Да, но тебе станет вредно, если я хвачу тебя бутылкой по башке. Спрячь шпагу, малыш! Спрячь! Ты знаешь, в чем отличие джентльмена, а? В том, что он соблюдает приличия, даже когда пьян. Да-да! Я не опасался, что кто-нибудь из них станет всерьез отбивать ее. Такое между нами не водилось. Но я ведь не знал еще в точности, как обстоит дело с ней самой. Вполне могло статься, что она пленится кем-нибудь из них. Мы еще слишком мало знали друг друга, чтобы я мог быть уверен. Да и как вообще можно быть уверенным? Я подошел к ней. Давайте незаметно исчезнем. Согласна. Мы вышли на улицу. Стало сумрачно. Улицы окутал серебристо-зеленый туман. Я взял руку-пад и сунул ее в карман своего пальто. Так мы шли долго и добрались, наконец, до моего дома. Я открыл входную дверь. Поколебавший секунду, включил свет. Закрой глаза. Зачем? Это зрелище для задубелых натур. Здесь ты живешь? Учитель! Я подхватил ее на руки и медленно, своим обычным шагом, точно я был один, двинулся мимо чемоданов и газовых горелок к своей двери, в свою комнату с плюшевой мебелью. Жуткий вид, а? Ну, не такой уж и жуткий. Да жуткий, жуткий, знаю. Зато вид из окна красивый. Может, пододвинем туда кресло? Нет, нет. Нет, здесь и в самом деле не так плохо. А главное, замечательно, тепло. Ты мерзлячка? А, люблю тепло. Терпеть не могу дождь и холод. Просто не выношу. О, небо! А мы так долго шли по улице в этом тумане. Ничего. Тем приятнее теперь здесь. Она потянулась и прошлась по комнате своим красивым шагом. Весь в смятении я стал озираться. Слава Богу, набросано кругом не слишком много. Рваный шлепанца я незаметно задвинул ногой под кровать. Патта остановилась перед шкафом и задрала голову. На шкафу лежал старый чемодан, подаренный мне ленцем. Он был весь в пестрых наклейках времен его авантюрных странствий. Рио-де-Жанейро, Манао, Сантьяго, Буэнос-Айрос, Лас-Пальмас. И во всех этих местах ты уже побывал? В Рио-де-Жанейро это порт, похожий на сказку. С семью стрелами врезается море в берег, а над ним вздымается белый сверкающий город. Роберт, давай ты мне будешь рассказывать обо всех этих городах, а? Ведь как, наверное, это здорово, путешествовать по дальним странам. Я видел ее перед собой, красивую, юную, полную трепетного ожидания, эту бабочку, залетевшую благодаря счастливой случайности в мою видавшую виды, убогую комнату, в мою пустую, бессмысленную жизнь. Бабочку, как будто ставшую моей, но еще не ставшую моей до конца. Одно неосторожное движение, и она может вспорхнуть и улететь. Броните меня, проклинайте, но я не сумел, не смог отказаться от искушения, не смог признаться, что я там никогда не был. В эту минуту не смог. Я опустился рассказывать о знойных городах и бесконечных прелиях, о желтых от тыла потоках, о мерцающих островах и крокодилах, о лесах, пожирающих дороги, о том, как кричат по ночам ягуары, когда речной пароход скользит в темноте сквозь удушливое благоухание свитой из запахов орхидеи ванили и лена. Все эти рассказы я слышал от ленца. Стало тихо. Улица смолкла, на тротуар бросал беспокойные снопы света одинокий фонарь. Нежные листочки деревьев, освещенные снизу, выглядели почти белыми, чуть непрозрачными, а верхушки мерцали, как светлые паруса. Прислушайся, Пат. Дождь. Слышишь? Угу. Я слышу. Она лежала рядом. Темные волосы на белой подушке. И лицо из-за темных волос казалось необычайно бледным. Одно плечо было приподнято, оно тускло бронзовело от случайного блика. Узкая полоска света падала и на руку. Посмотри-ка, Робби, посмотри на мои ладони, на этот луч. Это должно быть от фонаря на улице. И правда. Она приподнялась. Теперь освещенным оказалось и лицо. Свет стекал по плечам и груди, желтый, как пламя восковой свечи. Но вот он дрогнул, изменился, стал оранжевым, потом наплыли голубоватые волны, и вдруг над ее головой встало венчиком олеющее сияние. Скользнуло ввысь и медленно покатилось по потолку. А это от рекламы. Тут напротив рекламируют сигареты. Видишь, как у тебя красиво в комнате. Красиво. Красиво, потому что здесь ты. Теперь эта комната уже никогда не будет такой, как прежде. Потому что здесь побывала ты. Но ведь я теперь часто буду здесь. Очень часто. Я лежал, не шевелясь, и смотрел на нее. Все было как в безмятежном прозрачном сне, ласковом, умиротворенном и... и очень счастливым. Ее глаза, не мигая, смотрели на меня. Лицо было совсем близко, открытое, взволнованное, страстное. Ты должен очень любить меня, Робби. Ты должен крепко держать меня. Мне так необходимо, чтобы меня крепко держали. Иначе я упаду. Мне страшно. Ну, 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 ну что ты? На тебя это как-то совсем не похоже. Это я притворяюсь. На самом деле, мне часто бывает страшно. Пат, Я буду держать тебя крепко. Вот увидишь. Правда? Я кивнул. Ее плечи отливали зеленым светом, будто погруженные в воду. Я привлек ее к себе. О, эта живая, дышащая, жаркая волна, Набежав, Она поглотила все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова